Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко! В этом видео вы узнаете очень важную информацию! А именно мнение врача, диетолога, фитотерапевта в 7-м поколении. Автора более 50 опубликованных книг и брошюр. Как приготовить хвойный чай из хвоя сосны правильно. И как его правильно применять, чтобы сохранить работу печени и почек, сердечно-сосудистой, нервной системы, иммунной системы. По умолчанию хвоя сосны не улучшает работу этих органов и систем. Я проанализировал интернет. Много экспертов ошибаются и дают ложную информацию. В этом видео вы узнаете мнение врача и сделаете тот выбор, который сделаете. Итак, что такое хвоя сосны? Это кладезь макро-микроэлементов. Половина периодической системы Менделеева хвоя сосны содержит. И это плюс! Хвоя сосны содержит основные витамины. Витамины группы В. По витамину С больше, чем в лимонах. И бесплатные лимоны висят на деревьях. Можно их, казалось бы, употреблять. Но! Не каждый способ полезен для здоровья. Много каротиноидов! Это прекрасная комбинация! Прекрасные ранозаживляющие, иммуноукрепляющие средства! С онкологией прекрасно борются каротиноиды! Предупреждают о развитии атеросклероза! Почитайте! Среди причин смерти! Это же первые строки! Казалось бы, просто берите и кушайте дно! Очень сложно удалить из хвои сосны смолистые вещества! Их в десятки раз больше, чем витамина С! И в сотни раз больше, чем каротиноиды и витамины ВПВ! И вот эта комбинация многими игнорируется! Как готовить хвою сосны правильно? Конечно, вы можете взять высушенные иголки. Но, напомню, при высушивании количество витаминов падает в десять раз! Смолистые вещества останутся! Микроэлементы останутся! Витаминов в сухофруктах в высушенном сырье в десять раз меньше! Поэтому, конечно, если вам нужны витамины, берете свежую хвою сосны! Если у вас сохранилась елка, вы понимаете, как ее можно использовать! Если нет, идете подальше от человека! Все-таки аккумулируют экологические токсины хвою сосны прекрасно! Поэтому, чем дальше от человека вы соберете хвою, тем лучше! Что делать дальше? Если у вас сухая хвоя, можно просто поломать! Если свежая, порежьте длиной полтора-два сантиметра! В этом случае экстракция будет выше! Что нужно сделать дальше? А дальше можно не морочиться с водяной баней! Можно одну-две столовых ложки хвои залить 300-400 миллилитров крутого кипятка! Накрыли крышкой! Можно укутать! Можно немножко потомить на огне несколько минут! И дождаться охлаждения! И ваш чай! Хвойный чай из хвои сосны готов! Как его использовать правильно? Дальше! Часть экспертов советуют добавлять разные ингредиенты и использовать в разных количествах внутрь! Диетолог Скачко советует вам эти способы употребления хвойного чая из хвои сосны забыть! Как опасный! Не просто для вашего здоровья! Для вашей жизни! Безвозвратно убивается функция почек! И вы идете в почечную недостаточность! Используя бесплатный способ! Помните где лежит бесплатный сыр? Он лежит обычно в башеловках! Поэтому таким способом я бы не советовал вам использовать хвою сосны! Но полезные вещества можно получить! А именно используйте ванны по Залманову! Был такой доктор в начале прошлого века! Лечил на минуточку царскую семью Романовых! И неплохо лечил! Поэтому используйте хвою сосны как цари! Возможно вы их потомки! Не знаю! Ванны по Залманову! Скипидарные ванны! Потому что скипидар находится в хвою сосны! Это очень небезразличное для печени и почек соединение! Которое убивает печень на входе в ваш организм! Из кишечника! А почки на выходе! Поэтому очень нужно аккуратно относиться к хвою сосны! И используйте для ванн! В этом случае вы улучшаете работу кожи! Рефлекторно усиливается кровообращение в организме! И главное конечно не переборщить! Поэтому дозу вы узнали! И вот это вот количество на одну ванну! Начинайте с этого количества! Дальше можно увеличивать по мере активности вашего организма! Вот когда вы почувствуете, что в выдыхаемом воздухе от вас уже начало пахнуть сосной! Это говорит о том, что вы несколько переборщили! Вы слишком много использовали хвою сосны для своего здоровья! Ванны конечно лучше принимать через день! Можно! Более редкие приемы! Несколько раз в неделю! Для стимуляции иммунитета я бы советовал одну-две максимум ванны в неделю использовать! Для сердечно-сосудистем можно чаще! Но! Количество не увеличивайте! Все-таки малыми дозами вы получите постепенное улучшение вашего здоровья! Вашего обеспечения вашего образа жизни! Который станет в этом случае более здоровым! Если вы используете еще и правильное питание и другие чаи по назначению! Хвойный чай из хвои сосны я бы не советовал вам принимать внутрь! Очень опасно! Очень дорогое это удовольствие! Пересадка только одной почки бывшей в употреблении! Но если человек тоже до вас еще не пил этот хвойный чай! Стоит 100-150 тысяч долларов! А убьете вы 2 своих! Понимаете! В чем заработок и где дешевый сыр может отразиться на вашем здоровье! Поэтому так здоровьем не рискуйте! Ванны используйте! Залманов был прав! Рефлекторно через кожу можно улучшить работу всего организма! Перераспределить движение крови по организму! Ну а если это будет сочетаться с правильным питанием! То вы получите еще больше пользы для своего здоровья! Как узнать больше про правильное питание? Сотни видео на моем канале! Еще пока продолжаю консультировать! Поэтому если вам нужны более конкретные целенаправленные рекомендации! Пишите в почту! По мере наличия свободного времени буду отвечать! И реагировать! Помогать вам жить лучше и дольше! До новых встреч на моих видео каналах Школа Доктора Скачко и Школа Доктора Скачко! Это Ютуб! А также Школа Доктора Скачко в Инстаграм! И если вы хотите все-таки пить чаи! На моем канале есть несколько десятков видео! Про чай китайский! Как его правильно готовить! В зависимости от вашего уровня здоровья! Возраста! Пола! Условия окружающей среды! Есть видео про имбирный чай! Про то, как правильно приготовить кофе! Иными словами, есть полезные для здоровья напитки! Которые можно использовать для здоровья! Без риска для вашей жизни! Правда, если вы знаете, что такое имбирные тесты! Имбирем можно проверить ваш организм! Примерно также можно, конечно, проверить и хвои! Но очень дорого! После имбиря организм восстанавливается быстрее, чем после хвои! Поэтому так я бы советовал вам не рисковать! Есть кофейные тесты! Чай китайский и кофе аравийский! Действуют благодаря алкалоиду кофеина! Оригинальным способом на ваше здоровье! И нужно иметь достаточный уровень здоровья! Чтобы выдержать этот инсектицид! Напомню! Кофеин убивает насекомых! И муравьи разбегаются только при одном аромате кофеина! Люди пьют! На! Посетители и подписчики моего канала пьют более правильно! Вот этого вам и советую! До новых встреч на моих видео каналах! Не забывайте беречь то, что у вас есть! Это подаренное вашими родителями ваше здоровье! Которое вы берегли как могли! Ну а я своими видео постараюсь помочь вам ваше здоровье! Беречь лучше и жить дольше! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok